Ваше финансовое образование Испытания для новичков Я собираюсь отправиться в Африку где-то на месяц Частично по делам, частично для собственного удовольствия Так что я осознаю, что должен держать всех участников программы в курсе всего происходящего Прежде всего начну с плохих новостей для всех участников Может кто-то не слышал, а Макса Никона, который был одним из самых популярных ораторов, стреляли Сколько людей понимает это Окей, с ним все в порядке, он ехал на своем велосипеде в воскресенье Потому что он старается держать себя в форме каждый день И вот он ехал на велосипеде по Норкс-Катс То еще место для прогулки Само собой разумеется, что полиция Феникса старается добросовестно следить за порядком Но в городе существуют шайки, которые стреляют в людей Как обязательное условие вступления в банду Они начинают свое посвящение, стреляя в домашних животных, лошадей, потом людей В общем, полиция сообщает, что им пока не удалось поймать этих ребят Итак, Макс в норме Когда я навестил его, он рассказывал, что ехал согнувшись, как взялагончик Вот в таком положении И поблизости появилась машина И бэм Он почувствовал резкую боль в плече Сначала он подумал, что эта птица столкнулась с ним Так что он продолжал ехать, пока не взглянул и не увидел, как из него течет кровь Вот черт Так что он остановился и только тогда понял, что это была вовсе не птица А что в него стреляли В этот момент мимо проезжала женщина, увидев его Она выпрыгнула из машины, доставила мобильный телефон Но увидев кровь, упала в обморок В общем, он позвонил с ее телефона, вызвал скорую Скорая помощь приехала Взглянули на его рану Сказали, что пуля залила верхний слой кожи, его плеча И что тут особо нечего делать Тогда он сказал, здорово, в таком случае я закончу свою тренировку И когда я взглянул на его рану, она была очень близко с мягкими тканями И вот тут Вот такого рода человеком я раньше тренировался И, мак, что-то не выходит, у меня, по-моему, осталось заниматься сегодня И он на самом деле был непоколебим На его плече вот здесь была небольшая повязка, которую он в конце концов снял Сказав, что это пустяки Он... это не помешает ему заниматься Кстати, в тот день мы как раз работали над плечами Для того, чтобы доказать свою силу, он продолжал тренироваться с нами Думая об этом парне, я понял, что существует три тренировочные зоны Одна из которых доводит людей до тех результатов, до которых они планировали добраться И для большинства людей моего круга Они... Они... Вот какие цели ставит перед собой большинство, тренируясь Они предпочитают оставаться в зоне комфорта Есть зона, куда ты можешь добраться, но не хочешь Поэтому многие люди платят кому-то, кто помогал бы им придерживаться этой зоны Но есть еще одна зона, в которой ты даже не представляешь, как далеко можешь зайти И вот в тот день после того происшествия, он подтягивался Он подтягивался, качая мышцы рук, вот таким образом В то время, как у меня уже стали появляться галлюцинации Когда я уже видел Иисуса Будды и Мухаммеда Он кричит, буквально бредит, глядя на меня, приговаривая Не бросай, не бросай, не бросай Давненько я не занимался Я был на пределе Но не мог отставать Он все кричал, мои мышцы горели Я больше не мог продолжать А он ободрял меня И знаете, в какой-то момент во мне будто проснулось старое дыхание Я начал качать и качать Такого со мной не было года, знаете ли И он кричал Вот оно, еще, еще С этой своей раной на плече Я был убит два дня Я не имею в виду, что в меня тоже стреляли Я был выжид Никогда ранее я так сосредоточенно не занимался Вот о чем я говорил тебе И я понял, до меня дошло после такого Мне как-то стало проще качаться Он столкнул меня в третью зону Туда, где я даже не знал, на что способен И тем самым перевел меня на иной уровень занятий Так или иначе, хорошая новость в том, что он в прекрасной форме А плохая в том, что я и близко не хочу появляться со своим велосипедом перед ним Занимаясь делами последние дни с Дональдом Трампом Я подметил одну вещь от него, которая называется Прикосновение Мидаса И думая потом о том, что же такое прикосновение Мидаса Ну, знаете о том, как можно, прикасаясь ко всему, обращать это в золото В общем, когда я задался этим вопросом Я понял, что если мы взглянем на слово Бог И слово золото, ГОЛД То увидим, что разницей будет буква Л Где Л значится как ЛУЗЕР или ЛЖЕЦ ЛУЗЕР Или ЛЖЕЦ, или любое другое слово, которое тут может оказаться И чтобы обращать все в золото, необходимо избавиться от буквы Л От ЛЮЗЕР, от ЛЖЕЦа, от ЛЕНИ И тогда все, к чему вы прикоснетесь, будет превращаться в золото И у меня было пару опытов в жизни, как, к примеру, компания «Богатый папа», «Бедный папа» Все, к чему мы прикасались, превращалось в золото Но до этого много лет буква Л побеждала внутри меня, если говорить в физической форме Мак как раз пытался избавить меня от ЛЕНИ, вытащить ее из меня, вернуть мне мою силу Вот то, что я подчеркнул от общения с Маком и Дональдом Трампом Ведь дело именно в этом Это то, чему учит компания «Богатый папа, бедный папа» Итак, примерно этим наша компания и занимается О, кстати говоря, о золоте, взгляните Вот таким образом это доставляется почтой Тут у меня новые монеты Это то, что будет соревноваться с канадским листом К примеру, у нас есть американский орел, но орел это 90% золото А эта монета, репликация баффала, никель Это 100% золото, 99,9 золота То есть это почти чистая единица золота И когда вы покупаете подобные вещи Лично все, что хочу с ними сделать я, это забросить в свой сейф Место хранения ценностей и оставить там нетронутым Так что вот, как это выглядит, когда они приходят И лучше в таком виде их и хранить Так как они мягкие, чистый золото очень даже мягкое Так как большинство золотых монет содержат лишь 10% примесей для прочности Вот так это примерно выглядит И, как я уже говорил, это хороший год для покупки Для тех, кому интересно, зачем я их приобрел Дело в том, что этот год первый, когда они начинают циркулировать Хотя уже полгода прошло на данный момент В принципе, стоимость монет не такая же высокая Так как они не такие уж и редко Так возвращаясь к компании, вот о чем мы тут говорили В сентябре прошлого года, год назад, я говорил, что компания «Богатый папа, бедный папа» Это макет моего тренировочного самолета Я учусь пилотировать в летной школе Компания падала вниз таким образом, что она была в очень плохом состоянии В таком плохом, что именно поэтому я захотел уехать в Африку Мне не хотелось находиться здесь и работать в этих условиях И нам нужно было как-то выйти из этого штопора Итак, сегодня я хочу поговорить о том, что в таком плохом состоянии Компания находилась около 9 месяцев, прежде чем нам удалось выйти из этого положения Как пилот я понимал, вот тут самолет, выход из штопора, это нормально Тем более, занимаясь бизнесом, дела пойдут в гору Если своевременно выявить слабые стороны Что касается компании, я знал, что все начнет улучшаться Если мы избавимся от неправильных людей Просто избавимся Нет плохих людей, а просто от неправильных Тогда дела пойдут вверх Но в этот момент необходимо приложить усилия Когда самолет падает, ты добавляешь мощности, выравниваешься, медленно тянешь штурвал на себя Этот маневр нужно производить очень аккуратно Можно сказать, мы это и сделали Когда мы делали поворот Где-то год назад, в сентябре 2005-го, начиная поворачивать вот здесь Шэрон и я добавили мощности и первым важным шагом, который мы сделали Это то, что вы, ребята, сейчас смотрите Телевидение богатого папы Мы должны были преуспевать в современных технологиях До этого мы проводили семинар за семинаром И на это уходило три четверти всего нашего времени Так что телешоу богатого папы Помимо экономии времени Еще и благоприятно повлияло с рекламной стороны Другим хорошо известным вам шагом было Объединение с Трампом И мы... А вот оно Для тех, кто не видел этот рабочий вариант обложки На ней Дональд и я, мне кажется, это поднимет богатого папу на другой уровень И заголовок звучит так Почему вы хотите быть богатым? Два человека, одна мысль И меня удивило то, что сегодня я смотрел канал CNBC Сеть финансовых новостей Что только сейчас они осознали Что большинство людей не могут позволить себе уйти на пенсию И ведь эти ребята торгуют нефтью, ценными бумагами и прочими вещами И только сейчас они поняли это самое обычное дело Я не могу уйти на пенсию, потому что мои дела пойдут вниз Таким образом Как и будет А здесь у меня Нью-Йорк Таймс Новое добавление, которое называется долг Займ Как известно, Америка нация должников Поэтому я приобрел золото Потому что золото это настоящие деньги А долг это подделка И для тех, кто думает, что Буш неплохо справляется За последние пять лет Буш занял больше, чем каждый президент за всю историю Я имею ввиду, от Вашингтона до Клинтона Эти президенты занимали 104 триллиарда долларов А Буш за пять лет занял 105 триллиардов Мы погрязли в войне Демографический рост приостановился И у Ани рос в цене, а доллар падал Цены на нефть растут Так что многие ребята из моего поколения Могут пировать Условия для бизнеса все лучше И так, объединившись с Трампом Дональд и я пытались донести одну мысль Богатый богатеет А средний класс старается остаться на плаву От того, что плохо осведомлены Закон о налогах для богатых Не для бедных Итак, мы объединились с Трампом Ким запустила богатую женщину Здесь дела идут замечательно Шэрон запустила богатая семья Также у нас есть Келли Ричи Отвечающая за франчайзинг богатого папы Это то, что мы сделали, выходя из штопора Мы добавили мощности Нам потребовался ровно год до нынешнего момента Когда богатый папа стал набирать обороты Итак Так, теперь одним из пунктов моего анализа Почему у компании богатый папа были проблемы Одна из причин, по которой компания шла вниз Было большое количество эшек и эсек Э-эмплой, знайомник, эс От знака доллар миллионеров Притерония в том, что множественное число буквы э звучит Так же, как и слово занято Эсес Пытающихся научить людей быть инвесторами Ай-инвестор Этому была проблема Внутри компании отсутствовала честность К примеру, когда я говорю об инвестициях Я вкладываю Когда я говорю о частной собственности Таковая у меня имеется Я не просто выкаю Я не школьный учитель или эксперт Которые только этим занимаются Так что серьезной переменой в компании Позволившей выбраться из беспорядка Было принесение ясности и честности в компании Для меня это самое опасное слово Когда кто-то говорит, что у них есть ясность Я знаю, что мне лгут, я знаю Как только упоминает слово честность, я сразу Я хочу видеть, как они говорят и действуют Они просто говорят и говорят Так что мы должны сделать, чтобы компания изменилась Как это учить людей быть инвесторами Будучи самими инвесторами Вам ясно, ребята? Нужно, чтобы нами управляли те, кто здесь И я уже вижу, каким образом все будет развиваться Потому что так или иначе я буду здесь Мне звонят друзья со словами Давай организуем другую компанию Чтобы все работало Будем расширяться Так вот, BS это действует как партнеры Репортерствуем с теми и теми Расширяемся Ассет подоцами с собой А наемники уйдут на поиски другой работы Это так просто увидеть своего места Все ребята творят жуткую неразберегу Знаете, один парень с канала CNBC Один из репортеров этого канала Освещающий события финансовых рынков О разных странах Так вот он говорит Кажется, мне нужно подыскать новую работу И он дает советы по инвестициям В то время, как хочет заниматься другой работой И какой же совет он сможет дать Все эти каналы CNBC или Forbes или Fortune Большинство финансовых изданий Находятся тут и дают советы А вот оно Спасибо, Билл Это окончательная версия книги Хотя я все равно что-нибудь изменю Ну что, ребята, вам тут все понятно Итак, придерживаясь основы пособия «Богатый папа» Нам нужно действовать и держаться этой стороны А не иметь в штате этих Они не хорошие люди Однако они только и будут говорить Притворяясь знакомым «Да, я выдающийся» «Нет, ты высокооплачиваемый наемник» Понимаете, о чем я? Или финансовый директор «Нет, ты хорошооплачиваемый наемник» И не пытайся меня заменить Знаете, только потому что я не оканчиваю финансовую школу Я действую здесь А вы, ребята, только говорите И отсюда это мертвичина внутри компании Верно, Кэлли? Ты можешь почувствовать все это, не так ли? Кучка лгунов, понимаете И возвращаясь к лгунам Где же эта штука? Причина, по которой наша компания Лену приносила золото в том Что внутри компании была кучка ленивых лгунов Итак, добавив мощности, избавившись от беспорядка И придерживаясь этой стороны Все подходит к этому И много людей говорят «Да, я хочу быть успешным инвестором» Или «Да, я хочу быть миллионером» Или «Финансово независимым» Есть только одна проблема перед тем, как ты успеешь Проблема, которая стоит перед тобой И конечной целью Это вещь, которая называется процесс И причина, по которой большинство людей Не преуспевает в том Что они не хотят преуспеть через процесс Как пример, когда я около года назад Захотел сбросить пару фунтов Мне необходимо было Пройти через этот процесс То, что называется Под кровь и слезы «Ну нет, я как-нибудь это сделаю Я качаюсь Я вот качаюсь три раза в неделю Не, Мак качался за меня Это большая разница Так что Одним из ключей к успеху Это суметь заставить себя Так что нам необходимо быть постоянно в процессе, говоря о компании Итак, возвращаясь к этому еще раз Это BI треугольник Я взял много из этой книги до нашего курса Называется «Прежде чем ты бросишь работу» Итак, снова это ключ к процветающей компании Как-то один парень предложил мне стать инвестором одного фильма Я сказал «Хорошо, кто руководит проектом?» «О, моя жена...» «День ошибки номер один» «Она занималась этим раньше»?» «Нет» «Ну и зачем мне вкладывать в компанию главной, в которой будет чья-то жена, которая не делала этого раньше»?» «Я что, спятил?» «А кто в команде?» «Ребята из Феникса» «И почему ты занялся этим?» «Ну, потому что Джанетта Апулат, то есть Феникса, сказал, что мы сможем сварить неплохой куш» «Вау, это действительно гениально» «Столько гениально, я ж не могу устоять» «Ну и зачем мне вкладывать деньги в столь сомнительные мероприятия?» «Другое дело, если Стивен Спилберг или Парамонт участвовали в создании порно, и чтобы день напролет» «Принимаете?» «Нет, это, конечно, шутка и все такое, да кого это волнует» «Просто речь о хорошем лидерстве, команде и внятной цели» «Итак, это продукт, это легальная сторона, это система, это рынок сбыта, это денежный поток» «Итак, все это, все эти составляющие» «А в чем компания испытывала нехватку?» «Так это вот что» «Я превратил Шерон в писательный самолёт» «Мы написали 22 книги за 6 с лишним лет» «Так или иначе, как только мы избавились от всех тех, кто тянул самолет вниз» «Новые лидеры стали появляться» «И ведь эта компания не такая же навороченная, если вы на правильной стороне BI» «Вам, ну, знаете, мне не нужен финансовый директор, верно, Кэти?» «Мне не нужно CFO для деятельности» «Что вам не так уж и необходим какой-нибудь дорогостоящий специалист, который бы только и делал, что сидел и рассказывал, как он хорошо учился в колледже» «И мне не нужен парень из NBA, говорящий о том, что он владелец какого-то бизнеса, в то время как он на самом деле наемный рабочий» «Мне не нужен парень, который, попав в мою команду, начнет отворачивать ее от меня» «Понимаете, все эти вещи влияют на падение компании вниз» «И так все...» «И так во всем этом и есть суть» «И еще у нас есть лидеры внутри самой компании, ясно?» «По мне лучше расти изнутри, где рост — это процесс» «Мы тут обсуждаем процесс» «Еще такая статья есть, советую прочитать про IBM» «В общем, мы расти наша компания, и на данный момент, мне кажется, она растет по большей мере вот здесь» «Кейли Ричи и франчайзинг системы» «Так теперь у нас есть контроль, у нас есть рост, у нас есть предсказуемость» «Мы можем распространять это по всему миру» «Также мы неплохо работаем и на этом поприще» «Скоро тут выходит Ричард Тейлер» «Еще скоро тут появятся два новых бренда «Богатая женщина» «И богатая семья, но нам понадобятся новые лидеры, и нам потребуются новые команды, ясно?» «Далее тут нужно очень долго говорить» «Года назад, когда я, Кейли и Блейер шатались вместе, я преподавал в бизнес-школе инвесторов для наемных работников» «Итак, вот у нас здесь руководители и ученики, и все такое, и что мы будем делать дальше?» «Как-то Фил подошел ко мне и со словами, я хочу открыть свою собственную компанию» «Хороший разговор тогда вышел» «А Джон и Анжела начали преподавать» «Мона временно отвечала за франчайзинг и отлично поработала» «Отким написал собственную книгу, в общем, все развивалось» «Итак, у нас есть три молодых лидера на подходе» «Я говорил с ними вчера вечером, это Джон, Анжела и Филипп» «Хорошо, сейчас мы собираемся поговорить о деньгах и о корпоративных войнах» «Джон и Филипп, выходите сюда» «Так, камера на них» «В чем заключается ваше задание, ребята, которое я вам задал вчера» «Итак, в чем заключается ваше задание, ребята?» «Давай ты» «Ну, наше задание заключалось в том, чтобы выйти на улицу и организовать клубы, притоков, наличных средств» «Устроить бета-тест, процесс франчайзинга» «Таким образом, трое из нас вышли в город с целью выяснить, какая стратегия франчайзинга работает, какая нет» «Также мы черпали информацию от Кейли, выясняя, какой из процессов франчайзинга действительно работает» «Одним из условий эксперимента было то, что мы не должны были сотрудничать друг с другом» «Это было своего рода соревновательное мероприятие» «Именно таким образом это и должно делаться, в частности, Дональд использует команды начинающих» «И когда я был в бизнес-школе, верно, Кейли?» «Все держалось на командах, и причина, по которой мне нравится использовать команды в том, что когда в последний раз я провел компанию, когда мы организовали воли-клуб, небольшой финансовый клуб» «Я обнаружил, что все проблемы в комитетах, в том, что все это утопает в бюрократии» «Все бессмысленно возятся внутри» «Поэтому я не люблю комитеты, и каждый раз, когда я слышу, как какой-нибудь политик говорит о том, что будет организован комитет по изучению какой-либо проблемы» «Вы ведь понимаете, что они не сделают ничего» «Все утонет в вечных анализах и параллелях» «Так что когда политик заявляет о создании комитета, изначально ясно, что они не собираются ничего делать» «Ну а здесь видно, как новые лидеры появляются во время процесса» «И Анжела была великолепна» «Два парня и одна женщина, верно» «Так вот причина, по которой мне все это нравится, именно в этом» «К примеру, у Филиппа проблема, будь он во главе компании, потому что он поглощен теорией, он не зарабатывал активными продажами, не так ли?» «Верно» «И худшее для него в том, что Келли, занимаясь франчайзингом, придерживается самого франчайзинга, со временем не будет знать то, чего тебе не узнать» «Он будет знать, что ты спец по нарезке картофеля» «Итак, это мне напоминает историю Майка и меня в книге «Богатый папа» «И ты был бы сыном богатого папы, а Джон был бы мной, потому что Джон накал с нуля, и ведь он задаст тебе жару, если он сделает это, ты…» «И твоя репутация будет подпорченной, ведь тебе есть что терять» «В то время как у Джона появятся все шансы на победу, верно?» «Да» «И это как раз то, о чем я говорил с Ричардом Брэнсоном во время моей поездки в Южную Африку» «Брэнсон правильно оценивает свою деятельность, когда говорит…» «Он использует слово «соперничество», он говорит, мы конкурируем, сталкиваясь с довольно разными людьми» «Он всегда говорит о том, что постарается отнестись к клиентам лучше, чем кто-либо другой, и мне это нравится» «Вам ясна эта мысль?» «Итак, у нас есть Джон, которому нечего терять, Филипп, рискующий потерять все, и еще есть Анжела, которая женщина» «И ей приходится тяжелее их обоих от того, что женщине приходится быть лучше процентов на 50, для того, чтобы занимать равный статусу мужчины, верно?» «А на меня не смотрите, надо мной стоят Ким и Шерн, я делаю свою грязную работу, я не жалуюсь» «И вы знаете, это верно, Шерн?» «Для этого я не соглашаюсь, разве не для этого придумали кредит?» «Хотя это то, как устроен мир, и я пользуюсь плюсами этого, так или иначе» «Хотелось бы мне, чтобы Анжела тоже присутствовала здесь, она бы смогла быть представителем женщин» «Но тем не менее, причина, по которой вы здесь, не считая Анжелы, в том, что вы неплохие ученики» «Келли лучшая из тех, кого я вижу» «Кэрон может преподавать, Ким может преподавать, Мон тоже справился бы» «Вы можете научиться многому только в случае, если вы выйдете сюда, BI» «Всем ясно?» «Ведь чем довольны вы останетесь здесь, мы ведь не знаем, кто вы» «Вы ведь можете очень грамотно говорить» «Итак, это задание поможет вам выйти сюда» «Начете вы на равных, и мы посмотрим, у кого из вас окажется большинство денег под конец программы» «Далее вокруг вас много хороших наставников, и если вы не пересечете линию, вы не сможете использовать полученные знания» «Тут все понятно» «Вы ничему не научитесь, вы не усвоите ничего о продвижении товара, о торговле и так далее» «Важно то, что большинство людей не преуспевают в процессе» «Сам процесс выдернет вас, как в свое время маг меня» «Это все действие» «Итак, причина, по которой люди не достигают успеха в процессе, заключается в том, что они хорошо успевали в школе» «Потом они шагают в реальную жизнь, которая сильно отличается от того, что они узнали в школе» «Другая часть в сфере бизнеса, где есть люди вполне счастливые в этом мире» «Но есть еще и одна часть, где можно и волком повысь» «Это часть улицы, реальный мир» «Улицы — это окончательная часть» «Самая лучшая школа, там никого не будет интересовать, как хорошо ты учился в школе» «Улицы все равно, насколько глубоко ты вовлечен в финансовый мир» «Улицу все это не волнует» «Ребята, вы понимаете?» «Вот куда я собираюсь вас отправить, считая Джеллу» «Если, конечно, вы примете вызов, хорошо?» «То есть это то, как все будет продолжаться» «Это будет один месяц, пока я буду наслаждаться собой» «Я надеюсь, что вам придется, ребята, попотеть и настрадаться, обучаясь и задавая вопросы» «Теперь вы можете взять себе по одному человеку в команду» «Это должен быть кто-то из этой команды, ясно?» «Всего один человек, вам понадобится партнер» «Так, прежде чем появиться добровольца, позвольте определить роль партнера» «Вы будете финансово ответственны вместе с ним» «Так что, если вам не кажется, что Филипп справится, не присоединяйтесь к нему» «Потому что вы можете потерять свои деньги» «Вы должны понимать, что это реальность» «Это не корпоративная Америка, это не начальное образование» «Это улица, всем ясно» «Так что, если Филипп подойдет к вам поговорить, вы должны понимать, что сами отвечаете за свои решения» «Мы ведь здесь играем на победу, а не для того, чтобы хорошо выглядеть, понимаете» «Теперь два человека, отвечающих за подсчет очков и денег» «Мы и надежные двойняшки Кэти» «Кэти Стэнсон и Кэти Грейди будут отвечать за переучет товаров, уровень продаж и бухгалтерию, хорошо» «И развивая свое собственное дело, вы будете покупать у них двоих товары без возможности возврата» «Вам, девчонки, ясно» «Не подлежит возврату» «Это улица, и когда я вернусь, мы посмотрим, кто преуспел больше» «Возьмем уровень продаж, вычтем инвентаризацию и полученные сравним с уровнем прироста, хорошо» «Кто-нибудь хочет задать вопрос этим ребятам» «Окей, помаши ему рукой, Джон» «Мне бы хотелось сказать, что мне немного страшновато» «Но это определенно подтолкнет меня на новый уровень, и это то, чего мне и хотелось» «Я имею в виду, мне раньше не доводилось оказываться в такой ситуации, так что это именно то, о чем я и думал» «Я именно поэтому я рассказал историю о Маке Ньютоне сперва, ведь это так забавно и безопасно» «Говорим мы о каком-нибудь школьном проекте, или если бы вы просто являлись представителем компании «Богатый папа» «Но когда ты попадаешь сюда, в эту зону, где можно либо взлететь, либо упасть» «Вам ясно, в этом и есть разница» «Это то, о чем думал Майк Ньютон или Дональд думал» «О том, что страх – это часть процесса» «Этот страх заставляет людей оставаться вот здесь, верно?» «Это действительно так» «Бывало, я просыпался и спрашивал у Келли, эта штука сработает или нет?» «Это же Шерон, эта книга станет продаваться хорошим тиражом или нет?» «Это страх» «Но что происходит с большинством людей причиной, по которой они остаются здесь?» «Все от того, что страх – это лишь часть процесса, эмоции, это часть процесса» «То, как плохо ты выглядишь – это часть процесса» «Знаете, и то, что вы стоите здесь – это тоже часть процесса» «Это все часть игры» «Усвоили это?» «Хорошо, что ты хочешь сказать?» «Что касается меня, я взволнован, это что-то новое для меня, и посмотрим, что из этого выйдет» «Окей, Келли ничего не хочет сказать, для тех, кто не знает, это Келли, Келли Ричи, один из моих лучших друзей, он из Австралии, один из лучших франчайзеров, расширяющих нашу продукцию по всему миру» «Давай, выйди» «Келли со мной вот уже около 20 лет, он наблюдал почти все мои бизнес-тренинги» «О да, все, что я могу сказать, это я взволнован, я смотрю, все по-дому, задаюсь вопросом, почему мы все еще здесь?» «Почему мы не делаем это?» «Ведь все необходимые условия на руках, удачное время и спрос» «Я бы даже сам вложился в это и с моей стороны скажу, что тоже кое-что понимаю, потому что долго проработал с ним, так что прислушайтесь к его словам, думаю, он хорошо понимает, что говорит» «Должно быть, мы внутри слишком переволновались, спасибо тебе, что вытащил меня попозориться» «Шерон, пожалуйста, выйди сюда» «Приветствуйте, пожалуйста, Шерон» «Страх либо мотивирует, либо порабощает тебя, и когда ты упомянул книгу с Трампом, мы легко могли ее выпустить» «Так как у нас было достаточно желающих опубликовать ее, тем не менее, мы говорили об этом сегодня ранее, мы публиковали ее сами, что само по себе было нелегко» «Спрашивается, зачем мы пошли таким путем» «Потому что нам было страшновато, и это подстегивало наши интересы, и мы обязательно преуспеем в этом начинании, потому что мы покинули зону комфорта и постоянно подгоняли себя» «И здесь то же самое» «Вам комфортно, когда к вам приходят чеки на полученные зарплаты, до тех пор, пока они не перестают приходить, и говоря о том, как живем мы, я даже не знаю, что есть ли у меня эти чеки» «Важнее то, в чем заключается следующий вызов, в чем заключается следующая возможность, и сидя на моем месте и слушая, о чем мы говорили, здесь в моей голове уже рождаются мысли» «Я знаю, что сделал бы я 30 идей, которыми бы я занялась, и мне приходилось» «По самом деле это ценно, ребята, выйдите ближе» «Вас окружат наставники, но если вы, ребята, не преодолеете себя, вам не удастся использовать это наставничество, понимаете?» «Потому что все, о чем мы говорим, не имеет барьеров» «Потому что мы говорим с точки зрения этой обстановки и бизнес-среды, а улицы – это то место, где эти знания будут действовать» «Сначала вы делаете бизнес-план, потом приступаете к его выполнению» «Ну, я бы не сказал, что стоит особо беспокоиться о бизнес-плане» «Бывало, мы сначала начинали действовать, а потом прикидывали, как…» «Да, мы корректировали его на ходу» «Мы создавали его на ходу» «Такие планы, они для таких королей чипсов из бизнес-школы» «Мы собираемся сделать это» «Да, тогда поехали» «Наш изначальный план для этой компании был на трех страницах, на которых даже не было цифр» «Так что понятно всем, что наш план заключается в самом процессе» «Ведь план – это просто надежда, своего рода обещания» «На улицах единственное, что важно – это результат» «Наш бизнес-план в основном заключается в том, кто займется этим» «А кто возьмется за себя, это главным был маркетинг и развитие продукта и вперед, как футбольная команда, готовы» «В этом и заключается частный бизнес» «Итак что-нибудь еще, может комментарии, сколько из вас хотят присоединиться к командам» «Конфиденциальность, как на выборах» «В этой игре есть какие-либо правила» «Я установлю правила на ходу, хорошо» «На самом деле, суть в том, что если бы я вам сказал, что эти ребята будут тратить только свои деньги, мы все бы были добровольцами» «На правила улицы таковы, что вы будете вкладывать свои средства вместе с ними, то есть если этот парень ничего не продаст, вы будете есть лапшу, вы же понимаете» «Это и есть бизнес, не так ли?» «В любом случае, вы сможете почувствовать, какие трудности придется преодолеть этим франчайзерам» «Шэрон очень точно подметила, что все мы живем в мире страхов, мы сталкиваемся с ними каждый день, мне предложат забраться на Эверест или поучаствовать в себе в многоборье, я скажу «нет, спасибо» «Не то, чтобы я не смог это сделать, просто не хочу этого делать, возвращаясь сюда, мы видим то же самое» «Филипп, ты хочешь иметь свой бизнес?» «Джон, ты хочешь быть богатым?» «Для этого необходим процесс, все, что мы делаем, это даем выдержку того, что такое процесс» «Вы должны учитывать всех здесь присутствующих» «Я уже присмотрел одного участника для соревнований» «Присмотрел одного?» «Вообще нет» «Хорошо, в день, когда я вернусь с Кэти и Кэти, мне надо будет узнать, какой объем продукции они выкупят, и мне будет нужно знать от вас, сколько вы продали» «Просто холодный язык цифр, только факты, это все, что меня будет интересовать» «Итак страх может парализовывать или мотивировать и большинство людей» «Это процесс парализует их, приводит в ужас, ясно?» «Может, кто-то хочет что-нибудь сказать» «Так, я дам вам еще один ключ к пониманию, к тому, что делает Келли, что делаю я и Шерон» «Причина, по которой я возвращаюсь к Маку, в том, что это лучший пример» «Допустим, что он прыгает с резинкой на тарзанке и летит прямо вниз, к земле» «Большинство людей боятся этого и…» «Примерно 20 лет назад я просто привязал к своим ногам резинку и прыгнул навстречу земле» «Это было самым острым ощущением из тех, что существует» «Это предел остроты ощущений» «И от этого очень легко стать зависимым» «Это приток эндорфинов и причина, по которой я знал, что буду богатым» «А Шерон и Ким богатыми женщинами в том, что мы занимаемся этим ради этих ощущений» «И чем опаснее действие, тем умнее мы становимся», верно?» «Как сказал бы Дональд Трамп, чтобы жить на краю, нужно быть на краю» «Поэтому необходимо вытолкнуть тебя из комфортной зоны» «И это адреналин» «Как-то мы с Келли смотрели телевизор поздно вечером» «Мы смотрели на торфяные пески в Канаде, и я понял тогда, о чем он подумал» «Ты бы мог стать миллиардером там, не так ли?» «Ну а потом стали возникать страхи, как мне начать, но если бы…» «В какой момент люди осознают себя несчастливыми?» «В тот момент, когда страх парализовывает» «Когда они знают, что могли бы сделать что-то, но они так и не попытались» «В этот момент человек становится несчастным, и вот ты проводишь время с такими людьми» «Ой, это слишком рискованно, мне не нравится, это слишком опасно, бла-бла-бла» «Я заканчиваю в пять часов» «Да, и вот, когда ты несчастен, когда эти люди въедаются в твое сознание, вы, ребят, понимаете, о чем я?» «Поэтому я занимаюсь этим, мне нравится делать деньги» «Дело ведь не в деньгах таковых, в сути, в ощущениях, точно так же, когда я летаю на моем самолете» «А большинство людей избегает остроты ощущения, адреналин» «Тогда, когда мак втащил меня в зону, где я никогда не был, и я захотел вернуться» «Я не хочу быть как «А, лучше я просто пройдусь» «Это как, я не люблю вспоминать этот образ, но я видел женщин с двумя тростями» «Уж на коленях мешковаты, Наталья и водяной пульс» «Я видел ее» «Ты видел ее?» «Оно только уходило переводить с бок на бок» «Хлестнуть бы ее по заднице» «Но большинство людей не хотят подобных встрясок» «Они понимают, что могли бы вынести это, но они не хотят утруждать себя, понимаете?» «Об этом и ведется речь» «Также волнительно быть креативным, задаваться вопросами, что бы я мог сделать» «Почему не стоит этим заниматься, почему нет?» «Умственная деятельность – это основа своего дела» «И проблема в том, что люди видят возможности и упускают их» «И чем мы здесь занимаемся, это подталкиваем Джона и Филиппа избавиться от неудачников в себе, понимаете?» «Мне кажется, Келли задается вопросами, сколько я могу заработать, занимаясь франчайзингом» «Неудачник, неудачник, ты заработаешь столько, сколько усилий приложишь» «В чем заключается мой план?» «Верно, неудачник, неудачник» «Не найдя духовность, они просто впадают в материализм» «Дарин Викс из Канады заработал уйму денег, начиная с небольшого дела» «И сделал это за три года» «Да» «И он сделал это в одиночку, да» «Да, и если сейчас мы дадим ему бизнес-план, он скажет, о, спасибо большое, сделай это еще больше» «Это и есть частный бизнес» «Причина, по которой я много упоминал улицу, в том, что любой может заработать деньги, обучая людей, как вести свой бизнес» «Уметь делать это нужно в реальном мире, там, где все деньги и находятся, тут все понятно» «Конечно, это не самое простое, нужно будет сохранять и приумножать капитал» «Это реальный мир, где лени нет места» «Так, напоследок, Филипп» «Итак, вся суть в действии» «Тридцать дней» «И я взволнованный, и мне все еще немного страшно» «Это часть процесса, страшно всегда» «Итак, начнем, ребята» «На этом шоу для посвященных окончено, надеюсь, это стало вам хорошим уроком, и перед тем, как мы прервемся, я не буду прощаться» «Мне бы хотелось, чтобы вы обсудили услышанное минуту-две, сбегали в туалет, доблещились» «Спасибо» 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 «Веселение кризиса» «Мне бы хотелось быть» «Правильная группа!» Продолжение следует...